Пациент 31 года обратился к терапевту с жалобами на повышение температуры до 38,2 градусов, слабость, потливость, одышку. Осмотрен терапевтом, в базальных отделах легких выявлены мелкопузырчатые влажные хрипы. Для уточнения диагноза направлено КТ органов грудной клетки. Выполнено КТ органов грудной клетки. Выявлены множественные перебронхиальные разбросанные участки инфильтрации легочной ткани в С4, С5 слева 2,5 мм на участке размерами 90 на 60 мм, множественные перебронхиальные воспалительные изменения в каудальных отделах С3 слева. Выявлены также немногочисленные разбросанные участки инфильтрации легочной ткани по типу матового стекла 2,5 мм в С8, 9, 10, 6 слева, а также в С10, 9 справа. Пневматизация легочной ткани не изменена, обычно, без признаков эмфиземы. Ветвление легочных артерий типичное, контуры их четкие. Бронхи на видимом протяжении проходимые, визуализируются просветы бронхов до третьего порядка, стенки их не выглядят утолщенными, без признаков наличия бронхоэктазов. Выявлены лимфоузлы в средостении выянутой формы, преимущественно параортальные, до 4-5 мм в поперечнике, нижние бифуркационные до 4-5 мм в поперечнике. Мягкие ткани грудной стенки в объеме сканирования в целом без патологии. Жидкостного содержимого в грудной полости не выявлено. Камеры сердца в размерах не увеличены. Аорты ее ветви необозвествлены и не расширены. Травматических или деструктивных изменений не определяется. Умеренно выражены и дегенеративные изменения грудного отдела позвоночника. Заключение, КТ-картина двухсторонней полисегментарной пневмонии, лимфодинопатии средостения. Учитывая результаты КТ выставлен диагноз, внебольничная двухсторонняя полисегментарная пневмония, лимфодинопатия. Назначена антибактериальная, отхаркивающая, детоксикационная терапия. Контрольная явка через 7 дней. КТ-картина 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 Продолжение следует...